МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Светлана Степанова. Светлана, здравствуйте. Добрый день. И ветеран Великой Отечественной войны, житель Губинского округа, почётный гражданин Республики Саха-Якутия Пётр Яковлев. Пётр Константинович, здравствуйте. Спасибо, что вы пришли сегодня в нашу студию. Рядом с вами ваша дочь Ирина. Ирина Гузьмина. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы сопровождаете сегодня нашего почётного гостя. И, конечно же, я хочу начать наш эфир с поздравления, с наступающим Днём Победы и с огромной благодарностью за эту победу в вашем лице всем ветеранам. Спасибо вам большое. Как вы живёте сегодня, Пётр Константинович? Как вам живётся? Как ветеранам живётся в Губинском округе? Дорогие товарищи, вас поздравляю с великим праздником, праздником Поведы. Благодаря победе советского народа в Великой Отечественной войне мы в условиях мира живём в течение 77 лет. Я был призван в ряды Советской армии в 44-м году и попал в Монголию. И служил мастер-стрелковым полку 61-й танковой дивизии, которая дислассировалась в городе Чайбелцан. Когда это кончилась, Великая Отечественная война, завершающим этапом было освобождение Манчезурии от японских империалистов. Я в составе 61-й танковой дивизии участвовал в освобождении Манчезурии от японских империалистов. Служил 120-мм полковым миномётчиком. Нам предстояло перейти боями через пустыни Губы и особенно через Большой Хинган. Я переправился со своей частью через Большой Хинган. С большими боями очень трудно было это преодолеть, этот хинганский год. Ну, что сказать? Сказать, что после войны разрушенное пострадавшее народное хозяйство Якутии спасли так называемые дети войны. На своих хлопких плечах они восстановили разрушенное пострадавшее народное хозяйство Якутии. Я очень благодарен участникам Великой Отечественной войны, локальных войн. Сейчас тоже кровь прольвётся. Западные страны руками украинских националистов затеяли войну на Западной нашей стране. Там наши части довольственно сражаются с украинскими националистами. Мы в условиях этих семидесят тысяч лет Якутия от отсталой бывшей царской Якутии превратились в возрастающую во всех отраслях народное хозяйство передовое республику. Я очень горжусь тем, что малая часть моей жизни отдана защиту народного хозяйства нашей страны. 6 лет своей жизни отдал служение Советской Армии. Я хочу всем якутянам, которые сегодня, несмотря на локальные войны, на всякие санкции западных стран, мужественно трудятся на благо нашей родной Советской, нет, Российской Федерации Якутии, составы России. Мы тоже участвуем с молодёжью, пропагандируем патриотизм. Так любить нашу страну, как любили их прадеди, прабабушки, быть веренными при шаге советских воинов. Пётр Константинович, спасибо вам огромное. Я всё переживала, думаю, может быть, как-то времени у нас многовато. Вот всё-таки люди старой закалки, стержень. Отлично выступили, спасибо вам большое. Ирина, как живётся сегодня Пётр Константинович? Сегодня как? Что, какие желания, какие чаяния у ветеранов? Ведь у нас 19 ветеранов по городу Якутску, и 6 из них живут в вашем Кубинском округе. Наверняка вы общаетесь тоже и знаете. Папа мой с детства был с активной жизненной позицией, патриотом своей родины, патриотом своей Якутии, малой родины. Но он ежедневно гуляет, старается, много ходит, читает литературу, газеты обязательно, прессу. Заказывает через 03 библиотеку книги, читает тоже постоянно. Ну и чувствуем всемирную помощь нашего Губинского округа, Совета ветеранов, городского Совета ветеранов. И, можно сказать, правительства республики. Дай Бог, если так. Сегодня у нас активист Совета ветеранов. И я думаю, что как раз в преддверии 9 мая наверняка сейчас ведется огромная работа в вашем округе, который, я знаю, что является одним из лучших округов нашего города. Расскажите подробнее о том, как вы помогаете ветеранам. Что сейчас их ждет в преддверии праздника в сам праздник? Сам праздник всегда для нас очень волнителен, потому что каждый воин, каждый солдат, дошедший до этих дней, очень горд. И мы гордимся ими за то, что они живут с нами, за то, что они нам несут патриотический дух, за то, что они всегда впереди, за то, что они ведут нас. Действительно, чтобы молодежь не ушла по плохому пути, как говорится, их надо постоянно наставлять, постоянно напоминать, что вот, смотрите, ваши деды, ваши отцы воевали за то, чтобы мы так сейчас жили, за это мирное небо. К сожалению, сейчас, конечно, небо наше уже не такое мирное. Вернее, что действительно, как сказал Петр Константинович, Запад нас сейчас беспокоит очень. Украинские националисты, конечно, не дают, не хотят жить мирно с нами. Из-за этого, значит, мы вынуждены действительно и сейчас, в наше время, посылать своих сынов, своих ребят на эту войну. А сейчас показывали фотографии вашего округа. Удивительная активность у ваших ветеранов. Показывали фото со Спартакиады, которое проводится в вашем округе ежегодно. Ежегодно проводится эта Спартакиада. Спартакиада, конечно, нынче прошла на хорошем, высоком уровне. И мы очень рады, что в общей командой зачете мы завоевали третье призовое место. И мы хотим, чтобы наши ветераны всегда были в тонусе, всегда были в здравом теле, духе. Чтобы они всегда участвовали в этих ежегодно проводимых соревнованиях. И хотим, чтобы они имели возможность заниматься спортом, заниматься желанными видами своей деятельности. И хотели бы, чтобы они ни от чего не отставали от жизненных... Петр Константинович вообще в курсе всех событий. Все видно, что он держит руку на пульсе и знает, что происходит в мире. Вообще, Гульжан, у вас, мне кажется, удивительная способность в вашем округе собрать в совет, в какие-то руководящие должности каких-то очень активных и ответственных людей. Я вот перед эфиром общалась еще с Анастасией Степановной, которой огромное спасибо, кстати, за организацию сегодняшнего эфира. Так же, как и Светлана Константиновна, благодарю вас за помощь в организации эфира. И такие светлые люди. Я рада, что вы являетесь главой округа. Мы с вами знакомы уже очень давно, к сожалению, давно не виделись. И я думаю, что лучшей кандидатуры вообще невозможно было найти. И вот как вы так подбираете людей? Такие все добрые и светлые. Вот общались с Анастасией Степановной. Она мне там смайлики высылает. И вот тоже какие-то добрые такие приятные слова. Удивительно приятные люди. Я бы очень хотела жить в вашем округе. Пожалуйста. Да, с удовольствием. Спасибо большое, Светлана. На самом деле у нас именно такой округ, он в центре города расположен. Очень такой благополучный, компактный и активные жители. У нас само присутствие Площади Победы, мемориального комплекса Татуимады, оно обязывает нас морально идти вперед всегда. И вот у нас Совет ветеранов, он как флагман. Он постоянно у нас идет впереди. Очень много идей и творческих, и спортивных, и разных тематических определенных уроков. И они всегда это проводятся с большой душой. И мы, конечно же, в этом поддерживаем и привлекаем подрастающее поколение. Буквально осенью они переехали в новое помещение. Торговый центр набережной, 202-й микрорайоне, теперь находится. Опять же, они с такой активной позиции обратились к главе города, к Евгению Николаевичу Григорьеву. На что он, конечно же, поддержал. И буквально за считанное время было выделено помещение. Теперь они там располагаются, проводят разные мастер-классы. Причем творческие. Это и макарамы, это и вяжут. Таким образом активизируют не только ветеранов войны, тыла, детей войны, но также и пенсионеров. Люди, которые вот уже отработали, сейчас на заслуженном отдыхе, но хотят найти свое применение. Ну, элементарно просто общение. Вот, но если говорить о мероприятиях, действительно, особенно ко Дню Победы проводится много событий значимых. И мы всегда в гуще этих событий, потому что мы вот располагаемся как раз таки, где площадь Победы. И буквально уже 6, 7, 8 мая ежедневном порядке проводится и на площади Победы, и в мемориальном комплексе «Солдат Туймады» мероприятия. О них мы поговорим подробно во втором блоке. А сейчас прервемся на короткую рекламу. Очень скоро вернемся. Слушатели и зрители, нас не теряйте. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире в нашей студии «Гобицкий округ» в лице главы округа Гульжана Ганёрова, активиста Совета ветеранов Светланы Степановой, ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина Республики Саха-Якутия Петра Яковлева и дочери Петра Яковлева Ирины Кузьминой. Мы продолжаем говорить в преддверии 9 мая о тех мероприятиях, которые проходят сейчас, пройдутся в мае в Губинском округе, к которым сейчас идет подготовка. У нас на связи есть еще один житель, одна жительница округа Губинский. Это Любовь Черпина. Любовь Тимофеевна, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Любовь Тимофеевна? Алло? Что-то у нас со звонком? Алло? Ага. Тогда пока мы прервемся относительно звонка, отложим на потом. А сейчас я еще раз хочу поздравить с наступающим праздником Петра Константиновича, поблагодарить за такую яркую речь, которую, я думаю, слышали все наши слушатели и зрители, кто был с нами с самого начала программы. И пожелать вам, чтобы вокруг вас были любящие люди, ваши дети, ваши внуки. И пусть вам будет тепло, радостно на душе. Спасибо вам большое за ваш подвиг. Низкий поклон вам от всех нас. У меня четверо детей. Всем им дал высшего названия. Старший из них, мой сын Георгий, первым в Якутии освоил огранку алмазов. Так что это ваше крушение, бриллианты. Ведь бы мы в Якутии огранку сделали. Приезжала из Японии женщина и научила их, сына и других, огранку алмазов. С тех пор в Якутии начался огранку алмазов. Так что ваше крушение имеет отношение к моему сыну. Это замечательно, что можно гордиться. И вы гордитесь своими детьми. И всегда нужно гордиться. Здорово, что вы об этом рассказали. Мне всего 97 лет. Великий Маяковский говорил, лет до 100. Расти нам без старости. Я мечтаю как-нибудь дожить до 100 лет. Это очень трудная задача. Вряд ли будет осуществлена. Годы делает свое. Вы отлично выглядите. У вас такой боевой дух, такой бодрый настрой. Просто удивительно. Дай Бог вам здоровья на долгие лета. Знаете, благодаря именно заботе детей, внуков. Вот так наши ветераны сегодня бодрствуют. Поэтому это очень важно. И большая благодарность семье, которая так заботится хорошо. Да, замечательно. У нас наконец есть подключение. Любовь Тимофеевна Щербина. Житель Губинского округа. Ребенок войны. Ветеран. Любовь Тимофеевна, здравствуйте. 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 Как вам живется? С наступающим праздником вас. Спасибо. Какое у вас настроение? Расскажите о вашей жизни. Нормально. Живем. Сегодня три часа просидела в очереди к врачу. Так что все нормально. А голос бодрый у вас такой. Совсем не скажешь, что вы. Конечно. Или врач хороший. Помог отлично. Мы сейчас узнали, что в вашем округе проводится огромное количество мероприятий для ветеранов. Советам ветеранов. Расскажите, в каких мероприятиях вы принимаете участие? Я знаю, что даже не все ветераны, которые хотят принять участие, попадают на какие-то мероприятия. Да, конечно. Конечно. Ну, во-первых, у нас часто происходит чаепитие, обязательно связанное с какими-то праздниками. Ну, тем более, те праздники, которые красные даты обозначены. И наши дни рождения. Очень теплые, хорошие, настолько вот позитивные. Мы ждем друг друга в гости. Ну, и, конечно, хочется принять больше участия, но уже здоровье не очень позволяет. Не очень. Поэтому я очень люблю своих девочек, свой округ люблю. Любовь Тимофеевна, у вас там идет параллельно какой-то звук, можно его сделать потише, чтобы вам не мешало поздравить, пользуясь возможностью ваших любимых подружек, ваших, может быть, близких, родных с наступающим праздником. У нас сегодня вот в студии Петр Константинович Яковлев, ветеран Великой Отечественной войны, тоже ваш, вашего округа житель. Ну, когда я должна поздравить? Поздравить. Вот сейчас можете поздравлять, у вас все слушаем. Так подождите. Просто звук нужно, там в параллель идет звук, где-то рядом с телевизором, видимо. Да, убрала. Да, чуть-чуть убрать нужно. Вот слушаем вас, можете поздравлять ваших подруг. Да нет, сейчас-то всех наших ветеранов, которые мы встречаемся в своем округе, конечно, с наступающим праздником Победы. Это, ой, мы ждем этот праздник, мы радуемся ему. Учим песни, даже танцы иногда получаются удачные. Поэтому, чтобы они были, получали, в первую очередь, радость. И, конечно, здоровье, здоровье, здоровье каждому семью. Вы ребенок войны, у вас есть какое-то вот воспоминание, которое всегда 9 мая у вас, 9 мая у вас в сердце о тех годах? Нет, я в 41-м году родилась, совсем маленькая, в декабре. И там, я помню, только голод. Голод, голод, голод. Есть, есть, есть хотелось. Очень хотелось есть. Я вас поздравляю с наступающим праздником, с этим великим днем. У меня мама тоже ребенок войны, и я знаю, что это ваш день. И низкий поклон вам за то, что вы выжили и смогли дальше передать жизнь. Спасибо вам большое. Спасибо, что приняли участие. Я слушателям напомню, что сейчас на прямой связи с нами была Любовь Тимофеевна Щербина, житель округа Губинский, ветеран ребенок войны. Мы продолжаем наш эфир дальше. А у нас есть еще сейчас на связи наш слушатель или зритель. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Елена Спиридоновна Кириллина, землячка Петра Константиновича, житель Губинского округа. Хочу его поздравить и подарить ему песню «Корсюю». О, как замечательно. Здорово. Здорово. Поздравляйте. Петр Константинович, это вас поздравляет ваша землячка. Спасибо. Кириллина Елена Спиридоновна, народом села Кокун Сунтарского улуса. Я поздравляю вас с днем победы и хочу подарить вам песню «Корсюю». Слушаем вас, Елена Спиридоновна. Слушаем вас, Елена Спиридоновна, народом села Кокун Сунтарского улуса. Слушаем вас, Елена Спиридоновна, народом села Кокун Сунтарского улуса. Спасибо большое, Елена Спиридоновна, за участие в нашем эфире, за такое теплое поздравление музыкальное. Петр Константинович внимательно слушал, я думаю, что оценил. Мы продолжаем наши эфиры и давайте расскажем еще о тех мероприятиях, которых очень много в преддверии 9 мая готовится в вашем округе, они пройдут очень скоро. В этом году исполнилось 100 лет Якутской автономной Советской Социалистической Республики. И вот к этой дате мы, ветераны-активисты Губинского округа, решили делать акцию фотографирования возле памятников. Вот здесь 100 памятников, которые находятся в городе Якутске. У нас их оказалось немножко больше, но мы отобрали именно 100 и дали на создание альбома, который вот-вот должен выйти. Это фотографирование мы начали еще с октября месяца. Немножко там снежок выпал, потом в конце стало ближе к ноябрю уже холодновато, мы остановили это дело. И потом уже в марте месяце опять с новыми силами довели это до конца, собрали фотографии и дали видательство. Мы надеемся, что на днях вот уже журнал этот увидит свет, и мы пригласим вас на презентацию этого журнала. И ждем, что наш этот подарок к столетию нашей республики будет все-таки для нас очень хорошим подарком, для тех, кто у нас с нами живет, для тех, кто любит и ценит все, что сделано в нашей республике за эти 100 лет, тех героев, которые посвятили себя для развития нашей республики. Ну а Гульжан наверняка пригласит, или вы еще что-то хотели добавить? Перебила, нет? Нет. Гульжан наверняка захочет пригласить ветеранов на какие-то мероприятия, которые... Конечно, конечно. У нас вот буквально с сегодняшнего дня уже стартовала акция, что ветерана поздравляем на дому. В основном ветераны в состоянии здоровья уже находятся дома, поэтому вот сегодня совместно с Советом предпринимателей мы организовали подарки для ветеранов тыла, для вдов участников войны. И вот сегодняшний день по 9 мая включительно будем адресно поздравлять. А также у нас 6-7 мая будет проводиться такая всероссийская акция «Поем двором». Это когда мы приходим во двор дома, где проживает наш дорогой ветеран войны, и исполняем тематические, патриотические песни. А ветеран уже с балкона смотрит, наблюдает за всем происходящим. И это нужно не только самому герою, но это нужно всем соседям, всем жителям. И всегда это так трогательно и волнительно, потому что выходят и дети, и взрослые, то есть все поколения и встречают такой народный праздник. Этот праздник организовывается у нас совместно с окружной администрацией города Якутска, с Министерством молодёжи, с Министерством культуры. То есть все здесь подключены. То есть общими усилиями проводим такой большой настоящий народный праздник. А также хотелось бы сказать, что 7 мая в 19 часов на Площади Победы пройдёт молодёжная патриотическая акция «Свеча памяти», где мы сможем почтить память наших героев. И я, конечно, всех приглашаю. Но уже 8 мая это и «Водружение знамени», и 9 мая сам Парад Победы в 11 часов. Мы прервёмся на 2 минуты, очень скоро вернёмся снова в прямой эфир. Дорогие друзья, продолжаем прямой эфир. Вашу Победу в вашем лице всем ветеранам, от лица, наверное, всех тех, кто сегодня может встречать этот день. Спасибо вам большое. И мой первый вопрос был о том, как вам живётся сегодня. Но мы как-то перешли и вспомнили о том, как вам жилось, когда вы были пионером и даже писали письмо. Расскажите об этом. Мы недавно отмечаем столетие образования Якутской автономной Советско-социалистической республики. Я на 3 года моложе, конечно, вот это образование Якутской республики. Якутская республика перед помощью русского народа из отсталой заголустной страны превратилась в просветающую республику. За это мы очень благодарны великому русскому народу. И мы поём прекрасные русские песни. И никто на свете не умеет луч на свеяться и любить. Вот в таком форме мы поём песни. И русские, и другие якутские песни. Спасибо вам большое благополучие. И желаю вам в Венесту достойный вклад в дальнейшем развитии родной Якутской республики. Спасибо вам, дорогие. Спасибо вам большое. Петру Константиновичу 97 лет. Это невозможно поверить, чувствуя задор. Такую бодрость духа. Вы, конечно, замечательные. Спасибо вам огромное за сегодняшнюю встречу. И у нас очень скоро будет на связи ещё один житель Губинского округа. Это Николай Дмитриевич Слепцов, ветеран труда. И тоже мы поговорим о том, как ему живётся. Относительно письма, о котором я говорила, это история, тогда Ирину я попрошу рассказать, из пионерского детства Петра Константиновича. Ну, мой папа вот с детства был, видимо, активистом. В 1936 году, в ознаменовании 15-летия образования Якутской ССР, они пионеры начальной школы, да, ну, пионеры написали письмо руководству республики о том, как они живут, пионеры. И тут они пишут, сколько у них шахмат, семь пар шахмат, две балалайки, фотоаппарат у них есть, шахматные доски, один патефон, и они добиваются вот стопроцентной успеваемости. И это письмо вошло в книгу, которую вы сегодня принесли. А что это за книга? Это вот книга, ну, он написал о своей жизни. Это из книги он, ну, как бы... Пётр Константинович ещё и писатель. Ну, пишет, ага. Надо же, какой активный человек. Вот это да. Спасибо. У нас на связи Николай Дмитриевич Слепцов. Николай Дмитриевич, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. С наступающим вас праздником, 9 мая. Спасибо вам также. С первым маем, поздравляю. Как ваше настроение, какие у вас мероприятия, в которых вы примете участие в вашем округе, предстоят, расскажите. Ага. Во-первых, поздравляю ветерана войны Петра Константиновича с Днём Победы. Благодаря им. Мы, российский народ, 77 лет спокойно живём, без войны и так далее, под счастливым небом. Так, у нас микрорайон очень такой, я бы сказал, во всех отношениях удобный для жития. И вот осенью этого года у нас прямо в магазине открыли довольно дали большую комнату, где собираются ветераны Губинского округа. И округ для ветеранов, я бы сказал, ожил так. Хорошо проводятся разные мероприятия, соревнования, возраста. Например, я в прошлом году для среди участников 70 лет и выше занял третье место по настольной игре Хабылык. В этом году проводились соревнования по настольным играм, шашки, шахматы. Весной лыжная, в общем-то, лыжня была очень веселая. Массовые там выходы тоже были. Ну и очень много, многие занимаются у нас скандинавской ходьбой, конечно. Спасибо большое вам за участие в нашем эфире. Я желаю вам дальнейших побед. И у вас такая спартакиата активная. Да, пожалуйста. Вот я, начиная с 1986 года, живу на дамбе, в самом первом доме. И у нас у всех жителей одна просьба такая есть. Под площадью Победы до Стеллы Решнюков нужна ограда. Проект она была, видимо, каждые 2 метра торчат эти трубы, высотой 5 сантиметров где-то. Каждый год кто-то собирается, всегда говорят, когда у нас наконец-то будет ограда. И большое спасибо, что вот год назад сделали небольшую часть оградок, где был, в общем-то, сломан асфальт и был глубокий обрыв на дамбе. И второе, нам нужны пешеходные переходы. Дамба длиной 1 километр с копейками, но всего один пешеходный переход в таком неудачном месте. Нам нужен пешеходный переход около дома, где живут ветераны. Около автобусной остановки как раз будет. И один переход нужен против пляжа. Против пляжа. А то это каждый раз народ толпами прибегает, и тут машин бывает очень много. А так для нас все очень заботливо, все хорошо организовано, я считаю. Еще раз поздравляю всех жителей Губинского округа. 1 мая и наступающим Днем Победы. Николай Дмитриевич, спасибо. Как раз Гульжан, глава округа Губинский, сегодня в нашей студии. Она вас слышит. Николай Дмитриевич, спасибо большое за вопрос. Я сразу отвечу, чтобы вы знали и, в принципе, все наши жители. А набережная Романа Дмитриева, вот тот промежуток участка, о котором вы говорили сейчас, он будет благоустраиваться буквально уже в следующем году. Сейчас готовится проект на спектакль документации. В следующем году будет полный благоустройство. То есть там преобразится именно до современных масштабов. Я думаю, проект вы еще увидите. Поэтому мы все это в ожидании ждем. По поводу пешеходных переходов. Там все у нас установлено согласно комиссии ГИБДД. Поэтому мы еще посмотрим, когда будет благоустраиваться полностью набережная Романа Дмитриева, что можно еще предусмотреть. Обязательно, конечно, сообщим. Спасибо за вопрос. Спасибо большое. Я думаю, что будет отлично наш сегодняшний эфир нам завершить песни. Мы уже несколько раз на эту тему говорили. Вспоминали о том, что есть такие песни, которые помогают нам и в горе, и в радости, которые мы помним и чтим. И вот сейчас я попрошу нашего режиссера дать фонограмму. У Светланы Константиновны есть для всех для нас подарок. Часто глядя в тревожные дали, ветераны войну вспоминают. Но свои ордена именами почему-то надеть забываю. Награды воевые повыствечи муар. Храните вы до ныне сердец солдатских жар. Пусть нередко отважных награды находились средь бури военной, На Одессу в Сан-Бате под Прагой, На Орел на Привале под Веной. Награды воевые повыствечи муар. Храните вы до ныне сердец солдатских жар. Нет о подвигах память не стерта, Приколичишь, мужчины седые, Пиджакам, как тогда гимнастеркам, Вы награды свои фронтовые, Награды воевые повыствечи муар. Храните вы до ныне сердец солдатских жар. Храните вы до ныне сердец солдатских жар. Огромное спасибо для всех нас выступила сейчас Светлана Константиновна Степанова. И огромное вам спасибо за ваше выступление. И спасибо вам всем, что вы нашли время сегодня быть в нашей студии. Петру Константиновичу замечательному, Гульжану и Ирине. И слушателям и зрителям спасибо за внимание. Всех с наступающим Днём Победы. Всем крепкого здоровья. И отлично, что мы в этот день можем друг друга обнять, увидеть и быть вместе. Спасибо и всем хорошего вечера. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok